19 миллионов казахстанцев смогут познакомиться с краем Читы-Су глазами иностранных путешественников, посетивших нашу землю 200 лет назад. На церемонии презентации книг зарубежных авторов, посвятивших свои труды исследованиям казахстанской земли, побывала и наша съемочная группа. История первой книги начинается с путешествия Читы-Аткинса в Жит-Су в первой половине 19 века. Они оставили полное описание жизни кочевников, быта казахского народа тех времен, с иллюстрациями самого Томаса Аткинсона. Особое место в книге занимает родник Тамшебулах, живительная вода которого и окружающая природа настолько впечатлили английских путешественников, что родившегося у подножия джунгарского Алатау сына они нарекли Алатау Тамшебулах. Путешествие по земле Жит-Су послужило основой для книги Джона Масси Стюарта «Томас, Люси и Алатау. Приключения Аткинсонов в Сибири и Казахской степи». Труд переведен на казахский язык, а выпуск печатного издания приурочен к 30-летию независимости в рамках программы «Рухани Жангару». Книга содержит очень ценные сведения о нашем крае, которые оставили супруги Аткинсон. Их сын, рожденный на нашей земле, позже переехал на Гавайи и внес существенный вклад в историю присоединения островов к Соединенным Штатам Америки. С гордостью отмечу также, что в настоящее время можно встретить гавайцев с именем Алатау. Вторая книга «Путешественники Великой степи» содержит исследования и повествования о путешествиях тех, кто в разные годы изучал и интересовался историей и природой Житсу со времен Чингисхана до революционной эпохи прошлого столетия. В прошлом году в Лондоне прошла презентация этой книги, подготовленной и опубликованной по инициативе и поддержке посольства Казахстана в Великобритании. По основу книги вошли истории англичан, французов, немцев и многих других. Одной из них стал рассказ Джона Касла, который рассказывал о встрече с ханом Абулхаиром. «Я очень рад и благодарен за публикацию моей книги. Я надеюсь, что она будет полезна для народа Казахстана». Стоит отметить, что в ближайшее время планируется презентовать обе книги в Великобритании. Они создают нерушимый мост между двумя независимыми государствами и способствуют повышению интереса иностранных граждан к туристическим и сакральным местам Житсуского края, отметили участники встречи.